Девушки отдыхают Ключ от сокровищницы Так ты за ключом? Это почти что нелепо Хочешь сказать, ключа здесь нет? Он кое-где припрятан Возле заброшенного лагеря на Эггине Звучит небезопасно А как же, его охраняют множество защитников Почему все всегда так сложно? Кто знает? Блин, этот бомж еще, походу, и пьяный Давай, походим, проходим Никого не видно из этого Буки там не видно Подожди, а какой порт нам будет лучше отправиться? В этот Потому что, если другое, вам придется очень немало пыль Ну вот, отлично, сейчас сюда вызовем нашу любимницу Ну, поплывем Отплываем! Рад, что ты с нами, Голд! Что дальше? Будем охотиться Я разве это похож на охотника? Не на зверей, Геродот На лжецов, подлецов Ну, словом, на крупную дичь Аааа, самая страшная дичь же Куда направь... Куда не направься, обязательно встретишь кульпистов Эти мрази во всем Значит, тереть ничего А, если что, время Выследим их Отплываем Нас ждут кульпистов Люблю, мальчик Да Так приятно вернуться Адрес, тянь, капитан Адрес, тянь, капитан Какой у него? Одинок Возьмем 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 Как я понимаю Он увидел свое воздушное место Возьмем 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 Важак убит Ну и ты тоже Я тебя верю, убегай Ключ у меня, пора вернуться к той странной женщине Так Все трупы отберем здесь Посмотрим, где же эта странная женщина Вот Мне кажется, самым объективным способом забраться будет полный уровень Ну все-таки корабль здесь, грубо говоря Пока я еще до своего времени не вижу Поехали к Адрести На корабли мы быстро дойдем Дойдем на корабле Как говорится, плавает говно Поехали к нему Варить не вводим На кружок у воздуха Не унесли, но я просто не сижу Да Варить не вводим Рад тебя видеть, капитан Я смотрел корабль. Готов плавать? Осмотрел, да. Команда готова? Да, Николаус. Не надо сбиться. Моряк должен знать все. Я управляю кораблем всю жизнь. Не волнуйся. Конечно. Я не буду исполнить приказы. Имею в виду. Но я капитан. Я хочу рулить. И решать, куда плыть. Это лишнее. И еще. Тот, кого на меня стошнит, труп. Справедливо. И это твой корабль? Ну да. Адрестия прекрасна. С виду и не скажут. Испугался, братишка? Мечтай. И куда ты направишь эту руку? Туда, куда дуешь ветер. Так, подожди. А, это вот этот. Они не могут грести быстрее. Крепцы больше не могут, капитан. Капитан покинул мостик. Так, что тут на доске в явлении? Ну, в принципе, ничего интересного. Наемникам здесь делать нечего. Стоять. Я нашел твой ключ. Он был очень хорошо защищен. За это я и плачу своему помощнику. А где именно ты берешь деньги? Я трачу лишь на то, что считаю самым необходимым. Я почти что бережлива. Расключу меня. Я могу посетить остров пламени? Или мне стоит подготовиться? Тебе решать, Мисти. Готов ли ты посетить кузницу Гефеста? Вот так? Даже странных вопросов не будет. Не знаю. Может быть, позже. Я готов посетить этот остров. Хорошо. Ты прошел испытание. Прошел? Я впечатлен. На острове под названием Кузница Гефеста, где земля изрыгает пламя, а небеса затянуты дымом, спрятан легендарный шлем. Принеси мне его. Стоит ли плыть туда ради одного шлема? Остров почти полон сокровищ. Можешь оставить себе все. Кроме шлема. Хорошо. Я посещу остров и найду шлем. Я знал. Так. Кущель приедет. В смысле, у тебя выход, чтобы уйти. Я в правильном месте. Я правильно понимаю? Так. Здесь тупик. Я осматривал. Давай слезь. Гляньте, тут тупо за стеной, да? Так. Как мне найти здесь хоть что-нибудь? Да? Так, смотря, хоть в правильном месте вашем. Да. А-а-а-а. В сердце Кузинка, да? Да. Или нет? Давай сейчас еще тут внутри полазим, посмотрим. Уберем. Я не думаю, что вступил, но ты умрешь. Уберем. Я не думаю, что вступил, но ты умрешь. Я рассчитывал, что не ты сдохнешь. Я рассчитывал, что не будет. 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 Где-то здесь мы по-любому должно быть место, куда это точно зловатся. Я рассчитывал, что не будет. 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 Среди них Елена Троянская, Кастер, Полидевк, Клетим Нестра и многие другие. Дом есть, очередь, 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 ах, невразимый, я даже не заметил, что здесь, если на этот шлем, поверитель волн, дизобица, поседона, я ожидал больше, крайне вероятно. Обычный шлем? Но почему его спрятали? Нужно вернуться к той женщине. Да, вот, наверное, все, пойдем, по-моему, с пещерой, да, спустимся и отсюда переместимся. Так, погнали, какая падет, ничего не вам скажет. Дадим ему это шлем парафона. Даже не пытайся. Пошел. Пылающий остров, спрятанная гробница, было почти что трудно. Даже для тебя? Ты преувеличиваешь хозяина орла. Нашел шлем? Конечно. Но как ты узнала об этом жутком месте? И кто ты такая, чтобы меня туда посылать? Как ты думаешь, Алексиус? Кто-то говорит, что я мудра, кто-то говорит, что я сама мудрость. Как ты думаешь, кто я? На кладбище я встретил человека, считавшего, что меня наняла Афина, чтобы его убить. Но, возможно, он просто думал, что ты Афина. Верить безумцу не самое мудрое решение. Ты отправила меня к пирату, попросившему о помощи, чтобы испытать мою мудрость или как наемника. Ты отправился к пирату. Я лишь дала возможность. И, наконец, тот отшельник с ключом. Он даже стоял у статуи совы, традиционной спутницы Афины. Это шутка или то, во что он верит, правда? Как много мыслей. Почти что слишком много для твоей головы. Прими решение, Алексиус. Как потомок Леонида и продолжатель его рода, я обязан воздать тебе почести, Афина. Этот шлем был благословлен твоей рукой. Если это правда, я принимаю почести. А теперь покажи мне найденный шлем. Надеюсь, он того стоил. Ты ни во что не веришь, да? Тот, кто ничему не служит, хватается за все. Я увидела то, что хотела. Держи. Спасибо. Надеюсь, в путешествии ты обрел мудрость. Я узнал, что кто угодно может вручить подарок. Члем права. Перо совы. Все-таки она как-то связана с Афиной. Наверное. Давай посмотрим, что еще здесь есть. Рядышком. Вот, возвращение блудного сына. Пахнул. Давай, слезай. Оба, сдавай. Так, здесь я не вижу. Ничего интересного, что могло бы вас зainто рисовать. Какие легендарные животы. Какие легендарные животы. Оба, это циклопав. Так, ай. Оф, это циклопав. Давай. Кто-нибудь выпустите! Глава бас нашел. Я почти отчаялась. Помоги. Я не могу идти. Готовься к смерти. Сейчас, погоди, сейчас поможешься. Погоди. Так, сокровище забрали. Найти табличку. Ну да, в принципе, так бы и херку нашел. Давай я теперь с тобой. Отнеси меня домой к отцу. Это в порту Кенхреи. Ну, пошли, давай, пронесли его. Интересно, на коне можно будет снизить? Да, отлично. Классно. Поехали. Я надеюсь, я там в животик не печу. Чего хотели разбойники? Они говорили о каком-то долге. Но я не представляю, что это значит. Ты не встречал их раньше? Если подумать, их лица мне знакомы. Сколько себя помню, на порт, где я вырос, вечно нападала шайка разбойников. Когда-нибудь. И Мартон. Уже близко мы. Дома. Мы на месте. Дом отца. Как его забрать? Пошли, отнесем эту тушу отцу. Я не знаю, может, надо было его где-то на кроватку положить. Ну, как зовут прелестного спасителя? Алексиос. Рад встрече. Я Ликинос, афинский поэт. Приехал навестить любимых отца и брата. К слову сказать. Тимофей, я дома. Это прекрасный Алексиос. Он спас меня. А где... Отец мертв. Что? Убит несколько дней назад. Разбойниками. И ты ничего не сказал? Нужно готовиться к погребению. Пожалуй, тебе тоже. За спасение брата. Если ты так силен, как кажется, останься. Мне пригодится твоя помощь. Ты только представь. Все скорбят по-разному. Твой брат тоже потерял отца. С тех пор, как Тимофей вернулся с войны, он... Странно себя ведет. Он бился за Афины? Да, недолго. Как и наш отец. Теперь они рыбаки. Ну, отец уже нет. Потерпи. Оставлю думы Тимофею. Ты ведь наемник, верно? Я хочу отомстить убийцам отца. Не устал от кровопролития? Поэтому мне нужен мистей. Проливать кровь вместо меня. Да и брат нуждается в помощи. Ладно, я помогу. Как найти разбойников, о которых говорил Тимофей? По слухам, их логово к западу отсюда, в разрушенном храме Зевса. Они заплатят за содеянное. Тимофей, тебе нужна моя помощь. Мой отец сражался на стороне Афинян. Он заслуживает быть погребенным, как воин, в своем афинском доспехе. Но не так давно его выкрали из нашего дома. Я должен вернуть доспех? Нет, по словам моего отца, вор покинул город после кражи. У торговца должны быть афинские доспехи. Скажи, что это для Диокла, а не дружили. Я достану доспех для погребения. Отец Ликиноса задолжал деньги их главарю. Его зовут Ипат. Отец Ликиноса Так, давайте посмотрим. Нужно ли там будет кого-то, наверное, в первую очередь убивать. И там должен где-то быть торговец. Пошли. Город весь стеной загородили, и либо обходили, либо лишь через стену целый год. Пула пища какой-то. Давай. Опять ты еле бежишь. Пула пища какой-то. Да, есть он. Я думаю, мы их сейчас быстро разберем. Пошли лопать. Если же... Как бьем, падла. Все окончено! Книга учета. Мы не упустим его. До конца! Победленнее! Убью! Да! 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 Я тебя поймаю! Не думаю... Нужно достать доспех для Тимофея. Не знаю! Так. Если этих мы все размотали... Размотали Так, давай так Я не для хороших Куда идти? Выберем их в северо-восточной части А, наверное, мы его спасли до этого Проще кого-то Давай сейчас заново зайдем А там вот это Не отправимся вниз-за А, да, вот Нашел Так Хайре Твоей лавке не найдется афинского доспеха Это для похорон Диокла Тимофей может выкупить доспех отца, если хочет Но недешево В каком смысле? Не так давно Диокл продал мне свой доспех Но Тимофей сказал, что его украли Ну, он у меня, а я не вор У меня есть еще один комплект афинских доспехов Похуже, но для похорон сойдет Так Давай так Давай так Так Мне кажется Обычный афинский доспех Отнесу его Тимофею Или можно поискать доспех его отца Нужно встретиться с Тимофеем или Кинусом на похоронах Так Ну, я так понимаю Там Если мы покупали Он бы дал нам Либо Золбиться на одинаковые доспехи Либо Не знаю Так Где-то тут мой коин должен быть Ничего тогда Да Не могу Ладно Давай отправимся к ним Давай отправимся к ним Давай отправимся к ним На базу еще какая вяжение Как не делай на городе Давай лошадь Аханец Стой метров бежать пешком Пока лошадь Сволит Приехать Такой его Ну вот да Мы его проезжали На Здорово Вот и ты Доспех который мне нужен у тебя Вот афинский доспех Отлично Теперь мы сможем похоронить отца как подобает Воина должна хоронить в цветах его народа Да верно Спасибо за помощь Рад помочь Для церемонии также понадобится масло Попробую найти Спасибо Это важно Я переодену отца Местий Ну что Разбойники мертвыли кинус Ах Зная что отец отомщен я могу вздохнуть спокойно Эти малаки случайно не объяснили почему так поступили Давай Давай Твой отец задолжал крупную сумму их главарю и пату Что его связывало с этим отребьем Важно то что они поплатились Спасибо Алексиус Теперь можно предаться горю Теперь можно предаться горю Думаю нужно рассказать обо всем Тимофею Ты останешься на похороны Уверен отец по достоинству оценил бы вино Тимофей просил принести еще и масло Где искать подношения Правда Правда То есть Ты найдешь все что нам нужно на пристани Скоро вернусь Вот Так Все Нужно Тимофей Ищите востоке Каринфию Ищите востоке части равнин каньона Ищите на причале морского волка Лихо-с. я найду этого свистуна обойдемся без глупостей надеюсь меня никто не заметит вот и вино поискать масло или пойти на похороны подношение у меня пришло время возвращаться а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нужно было отомстить! Я покончил с этим! Покончил? Ты думаешь, что теперь всё позади? Алексиус, ты согласен со мной? Тимофей прав. Злить разбойников было недальновидно. Насколько я помню, пока тебе платили, ты молчал. Возможно, сегодня из-за тебя погиб чей-то отец. Следующим будешь ты. Ты был бы не против, да? Что? Нет. С чего ты взял? С тех пор, как я приехал, ты был жесток ко мне! Прости, Ликинос. Я не хочу потерять тебя. После смерти отца мы остались вдвоём. Приступим к погребению. Подношение у тебя? Ох, Лирон, эсти! Я принёс и то, и другое. Спасибо от нас обоих. Я сам могу сказать спасибо. Рад помочь. Надеюсь, ваш отец благополучно пересечёт Стикс. Ликинос, идём. Подготовим алтарь. Эм, минутку. Я хотел бы увидеть тебя ещё раз. Пожалуйста, приходи после церемонии. Увидимся, Мисти. Ох, Лирон, эсти! Ох, Лирон, эсти! Ох, Лирон, эсти! Так, ребята, прогружаясь среди скал, Алексиус, бывшего солдата, дружеские боевые генины. Деликатно скрывая желание подольше группы с хозяином Орла, Дарья, у нас предложила подгородить Юбрик, который уже напросил о выделею на уходе. Ладно, давай, короче, я так понимаю, этот... ...массажир у нас, Пожрать пожрём, что может быть дальше, ничего не родит. Не надеюсь. Мик, я хотел отблагодарить тебя за твою помощь. Что ты задумал? Писать стихи – моя работа, но я не только поэт. Я ещё и прекрасный повар. Позволь угостить тебя обедом. Конечно. Чудно. Вот только нужно поохотиться за ингредиентами. В прямом смысле. Ты же угощаешь. После всего, что мы пережили, ты должен понимать, что я любовник, а не воин. Ты точно не воин, если вспомнить, сколько разбойников я для тебя убил. Я должен как-то отплатить. На кого охотимся? Мне нужна оленина. Подойдут любые из здешних оленей. Как закончишь, приходи к скалам у лагеря Гипермнестры. Давай, пошли, двух оленей забили. Так, да, дай. Олени коринфик решили, решили, спаси у дома. В принципе, я думаю, сейчас это будет... Нужно действовать осторожно. В смысле, в запретной зоне? С чего быть запретной зоной? В учетах, нет? Мы перепутали? Ну, я поняла. Ладно, говорили. Поехали. Вот так. Но Ликинусу нужно больше. Этого мяса Ликинусу должно хватить. Так, фабос. Ну, а, че? И поедем к Ликинусу. Куда-то мне надо ехать, давай. Отлично. Куда-то мне в город заезжать. У нас это уже хорошо. Сбили лося. Нейланд. Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я поднимался на хору, чтобы тебе отдать мясо? Или мы на шашлыки? Что? На шашлыки. Давай. Стой. Да, на шашлыки. Чудесный вид. Воистину. Тебе удалось добыть мясо? Вот, держи. Славно. Я приступаю. Прошу, располагайся. Было очень вкусно. Я же говорил, обед стоил того. Пара оленей неровне могучему мистию. Мне бы твою силу и уверенность. Воин ты или нет, но стать известным поэтом наверняка непросто. Я слегка преувеличил свои поэтические заслуги. В общем, я приехал домой не в гости. У меня закончились деньги. Зачем ты врал своему брату? И мне? Тимофей всегда был ближе к отцу, чем я. Как ни посмотри. Они воевали, развивали семейное дело. Путь Тимофея был не для меня, и я уехал в Афины, чтобы найти свой. Боишься, что он осудит? Он скажет, что уезжать было безответственно. И будет прав. У меня ни денег, ни средств для заработка. Ты чудесный повар, Ликинос. Если ты хочешь зарабатывать на жизнь, начни с этого. Ха-ха-ха. Что ж, пожалуй, всем нужна еда. Да и любой навык, поразивший тебя, стоит того. Ты и так и не ответил на мой вопрос. Почему ты солгал мне? Все просто. Чтобы не выглядеть неудачником. Увидев тебя, я понял, что ты удивительный. Я просто человек, вынужденный сражаться изо дня в день. И все же, ты спас мою жизнь, Алексиус. Я этого не забуду. Что ж, рад помочь. Это было здорово. Именно так. Все по местам! Капитан, мы тебя ждали! Капитан покинул мостик. Всем вольно, ждите приказа! Алексиус, это ты! Я не помешаю. Здесь мы с отцом практиковались в кулачном бою. Он забросил это, когда отошел от дела и стал рыбаком. Дальше я тренировался один. Тренироваться без партнера слишком просто. Ты хочешь, чтобы я сразился с тобой, наемник? Я бы не отказался от дружеского поединка. Это плохая идея. Испугался, афинянин? Просто... Ладно. Давай. Покажи, что можешь. И это все? Что-то, по-моему, нет. Ты молодец, афинянин. Тимофей? Тимофей, что ты делаешь? Я... Нет. Стой, стой. Нет. Нет. Назад. Отойди от меня. Что-то интереснее, конечно. Я не причинил вреда. Дай мне... Не понимаешь? Я мог убить тебя. Не подходи. Ты ведь не хотел меня убивать. Ты не... Ты не знаешь. Я не уверен, что смогу сдержаться. Я уверен, ты сможешь сдержаться. В таком состоянии. Если я забудусь хоть на миг, то делаю ужасные вещи. Тимофей? Нет, нет, нет. Стой, хватит. Успокойся. Как будто это так легко. Все будет хорошо. Обещаю. Мне нужно побыть одному. Прости. Блин. Нужно проведать Тимофея или Киноса в доме их отца. Вот слава... Я надеюсь, что мы не смогли не садить. Ага. Кхе-кхе-кхе. Кхе-кхе-кхе. Слышите, мы не дружок. Кхе-кхе. Вперед! Замедляй! Держитесь! Причаливаем! Что здесь произошло? Похож на разбойника, убившего Диокла. Тот, кто это сделал, ничего не взял. Давай, он сейчас нам скажет, что это... Лекинос, ты в порядке? Его схватили. Убийцы отца схватили Тимофея. Где они? Они в руинах Мекен. Прошу, помоги ему. Так. Они в Мекенах. Ну и их где-то. Они в центральной части. Творца уже не было. А что, вот здесь они? Ну ладно. Пошли. Хочу закончить в этой серии. Я дал мою цепочку. Сайден отвлекся, что-то. Никуда полез. Сайден отвлекся. Давай возьмем сейчас. Ну, бахом. И поедем. Давай. Так, это вот точно не они здесь. Здесь меня могут заметить. Так, лагерь мы обошли. Вот это, это крепость, и не здесь. Ладно, поехали. Пойди, малая. Ну здесь пусть, пешенька будет. Пошли. Куда дальше? Наверх, да? Куда дальше? Может, со светом там, в комнате? Так, еще один спартанец. Ты не... Нет, ты не, ты херп. Два и кузненького совмаги. Куда дальше? Куда дальше? Куда дальше? Куда дальше? тимофей нам нужно уходить отсюда тимофей умрите псы он драться с ними собираюсь а нос я хочу открыть еще одну бузню последнюю, правильно же? нет еще один буз убить и разбойник так это не разбойник можно сп rusк и в мое время здесь навыков нет надеюсь меня еще не заметили потому что и так уже серия получилась не будем удлинять ее еще больше до встречи следующей серии